Всем привет! С вами Кристина, Илья, Света и Роман. И сегодня мы продемонстрируем вам летсплей на игру «Пассажиры». Обязательно расскажем правила, поделимся впечатлениями от игры и от партии. Я предлагаю не затягивать. Поехали! А начнем мы с правил. Итак, у нас игра пройдет в три раунда. Каждый раунд мы будем отправлять одну из двух лодок методом голосования. Основная цель игры — набрать наибольшее количество победных очков. У каждого из персонажей будет своя роль. Это могут быть мирные жители, их будет двое. Это будет один демон. И еще одна роль — это ястер. Чтобы набрать победные очки, мы посчитаем их уже в конце партии. Нам нужно понимать, что мы будем располагать эти самые роли в закрытую на вот этих лодках. По подсчету победных очков мы перейдем уже к концу партии, чтобы было наглядно и понятно. Каждый из нас на лодку разместит по одному персонажу. И еще два персонажа — это у нас будут тайные пассажиры. После того, как мы это сделаем, в каждой из лодки будет не более трех персонажей. Мы путем голосования будем определять, какая лодка поплывет в загробный мир, а какая останется неудел. Голосовать мы будем посредством вот этих вот маленьких жетончиков. Количество, которое мы будем их получать, изображено, собственно говоря, в той локации, в которую мы будем размещать своих пассажиров. В каждой локации у нас будет подборка карт с определенными свойствами. Все эти карты нарисованы, иконографика у них снизу на лодке. То есть вы приходите в определенное место, подбираете определенную карту. Первая фаза — мы будем размещать пассажиров, получать за это и карту, и души для голосования. Во второй фазе мы будем разыгрывать карты по возрастанию, то есть мы идем от нуля до девяти. Вот. В сумме здесь 10к, поэтому две карты у нас будут меняться из раунда в раунд. Так проходят три раунда, и в конце все закрытые роли, которые у нас отправились в загробный мир, поскольку мы проводники душ, они встроятся, и мы начнем подсчитывать победные очки. Также мы подключили сразу один модуль для продвинутых игроков. Первый игрок, у кого будет монета мастер, она определяет первого игрока, и в случае каких-либо спорных моментов будет играть на руку именно обладателю этой монеты. Для подготовки нам нужно замешать наши роли, при этом эти роли, они будут также участвовать и переплывать вместе с нами в загробный мир. То есть после определения ролей нам нужно будет запомнить, за кого мы играем. Вся роль будет у нас с первого по третий раунд меняться, она никаким образом не будет. И наша задача топить на то, чтобы именно ваша фракция получила наибольшее количество победных очков. У Аскера уникальная цель, он должен сделать так, чтобы ни одна из фракций не набрала больше 6,5 победных очков. Как это будет выглядеть и подсчитываться в финале раунда продемонстрируем наглядно. Только не Аскер, а Ястер? Ястер, да, Аскер. Почему он? Кто это вообще? Итак, мы перемешиваем. У нас сейчас есть в этих карте две мирные, они обозначены кружочком снизу. Один демон, так как звездочкой обозначен. И у Ястера, у него сразу две роли эти нарисованы, и мирная, и звездочка. Итак, поехали. Посматриваем. И теперь мы раздаем по одной карте мирного и по одной карте демона. Да. По одной карте мирного персонажа каждому и по одной карте демона. Теперь, для завершения подготовки на 4 игрока, это минимальный состав, есть дополнительное правило. Мы замешаем еще по 3 случайных роли. Это тайные пассажиры. Остальные мы уберем в коробку. Мы перемешиваем, и они будут две из этих ролей. Каждый раунд будут добавляться на лодке. И следующим образом у нас будет жетон первого игрока. Последний игрок первый берет верхнюю карту и размещает в закрытую, не зная что там. Потом предпоследний игрок у нас также берет еще одну случайную карту и размещает ее в другую лодку. То есть, таким образом появляется некоторое равновесие между первым и последними игроками, так как последние игроки могут заблокировать какие-либо карты, либо большое количество жетонов, в зависимости от того, что требуется больше. Перед тем, как мы к этому перейдем, нужно сказать, что у нас прототипная версия. Карты и вот эти планшеты будут похожи. Но все вот такие дополнительные жетончики, они будут в виде выполненных в дереве. И также под эти карты будет отдельный плеймат. Поехали? Да. Как мы определим первого игрока? Следующим образом. Мы это перемешаем, просто ее раздадим. Мне кажется, надо было нам дышать. Да, и раздавать. И раздавать. А Свете бы я еще доверил, но... Вам, к сожалению, нет. Ну конечно, конечно. Вот ты Свете и доверил. Ладно, мы последний предпоследний. Последний игрок Илья, и он первым раскладывает тайного пассажира. Тем временем, как определяется дополнительное правило на каждый раунд? Как раз-таки это подключаемый модуль. Мы берем три карточки, отдаем тому, у кого жетон мастера. Но перед этим распределяем... Но это можно делать параллельно, поэтому я и говорю. Давайте начнем. Тем временем, Светов сбросит одну, и любому из игроков может передать две карточки. Чтобы второй игрок оставил только одну, и это правило будет работать на этот раунд. Переверните, пожалуйста, сосуд, чтобы было наглядно понятно, какая карта заблокирована на этот раунд. Да. И вторую карту буду размещать я. Да, они никакие бонусы, ни карту с этого не получают. Просто блокируют как раз-таки другим игрокам возможность сюда выйти. В каждой лодке при игре на четырех, пятерых и шестерых может находиться только... Четверка. ...три пассажира. То есть у нас еще и места ограничены в каждой лодке. Ну что, Крис, ты мирная? Конечно, а ты? Да, Кром, ты мирный, и это сразу понятно. По ней видно. Да. Конечно, да. Ну, я буду точно. Я боюсь, что мы с тобой вдвоем мирные. Крис, а что остальные не мирные? Ой-ой-ой, от тебя-то ты-то мирный. Окажется, что мы с тобой в итоге будем грызться и окажемся мирными. Да, Сата, Крис, явно неверно, улыбайся. Но вы-то уже знаете мою роль. То есть уже у нас вот понятно, да, это перевес в какую сторону пошел. Левая половина стола доминирует. Что-что. Стрелочники. Жулики. Это просто стрелы переводятся на нас, что вы там доминируете, а мы такие пушистенькие сидим, такие бедненькие, малое местечко занимаем, такие скромняшечки, добрые такие. У нас будет неожиданный поворот действовать в этом раунде. После размещения последним игроком карты пассажира каждый игрок передает свою карту дара и жетоны голосов игроку слева от себя. То есть мы вот так вот поменяемся. Я тебе передам. А я свет. Все окей. Теперь, начиная с первого игрока, мы выкладываем одну карту на любое из свободных мест. В игре очень важно, на самом деле, общаться, как-то пытаться построить теорию, кому можно доверять, кому нет. Эти жулики, понятно, успелись там сидят. Итак, какими планируете пользоваться тактиками и стратегиями на партию? Что будут делать сначала мирные жители? Демонов скидывать или мирных? Так, я думаю, что предлагаю... Где у нас сначала всех поскидывать? Итак, Света заняла место, где две души дать ей и забрала карточку свиток. Когда она будет разыгрываться, мы расскажем по свойствам. Роман? Роман. Ты положила мирного? Ну, хочешь вот эту лодку отправлять или нет? Нижнюю надо. Нижнюю надо. Хорошо, значит, верхнюю буду сливать. Я иду на фонарь, забираю его к себе и получаю за это две души, пожалуйста. Пожалуйста, вам две души. Будьте любезны, положите вот эту карту в самый левый угол и передайте мне нижнюю. Две души? Две души. Так, и теперь я перехватываю монету мастера и беру две души. Окей. А какое у нас свойство на игру действовало? Мы передадим все карты вот так, налево. Ничего не поменяет. То есть Света останется также первым игроком, я буду подглядывать карты, тебе расскажут свита. А зачем тебе надо, чтобы я при спорном варианте выбирала? Ну что, поехали. Он блокирует... Пока он тебе еще доверяет. Или наоборот. Поехали, что, мы будем меняться картами, чтобы было понятней. Мы все, да, закончили? Да. Теперь все свои души и свою карту мы передаем налево. Итак, у меня ноль, я начинаю первый. Цветоведение. Все игроки должны назвать цвет карты пассажиров, размещенный ими в текущем раунде. Игрок, разместивший карту Ястера, называет любой цвет. То есть Ястер может обманывать. Так, но у меня синий цвет. Мне тоже. Зеленый. Красный. А у тебя синий демон? Я же сказала, что нужно отправлять нижнюю лодку. Хорошо. Не нужно отправлять нижнюю лодку. Я все еще верю в цвет. В плане верю. Не нужно отправлять нижнюю лодку. Ну, а что вы хотели бы? Выложили наверх. Вы заняли там все вакантные мяса. Нам ничего не оставалось. Но мы скинули то, что нам не надо. Все скинули в первую. Я тоже скинула, что мне не надо. В первый рамп все скинули то, что им не надо. Короче, мусорка у нас образовалась в любой лодке. Синий. Мусорка повсюду. Да. Мусорка повсюду. Не не надо. Синий, зеленый. У меня красный. Итак, нулевка разыгранная. Теперь есть ли у нас единичка? Нету. Двойка. Нету. Тройка. Тройка у меня. Выберите другого игрока. Он показывает вам карту пассажира в своей руке. Покажи мне карту. При этом игрок сам выбирает, какую карту он покажет. Он может продемонстрировать роль. Либо наоборот загрифовать. Но то, что я посмотрела, мне понравилось. Давайте. Возьмите монету мастера. Обтажите, наверное, пятерка раньше идет. Да. А, да. Тройка есть пятерка? Свиток. Раскройте карту таинственного пассажира в игре. Затем поменяйте его местами с любой другой карты пассажира в игре. Итак, что мы делаем? Таинственные пассажиры это как раз такие вот эти заблокированные, точнее, случайно вышедшие две карты. Я могу... Давай вверхнюю. Если мы планируем нижнюю отправлять. Просто если вверху будет... Вы уже согласны нижнюю отправлять. Ну, если вверху будет мирной, то можно поменять местами. Поменять местами. Потому что снизу точно демоны. Сто процентов. Проблема в том, что мусорка везде. Не, ну как бы мы не знаем только что. Да, но смотри, ты говоришь, что внизу демоны. Я не говорила, что я клала демоны. Я сказала, что я скинула то, что мне не нужно. И Света действует по такому же принципу. То есть, если, допустим, кто-то из нас занимает разные позиции, то непонятно, что лучше. То мы занимаем одну позицию. У меня точно демон. У меня точно демон. Давай лучше сверху, если ты... Меняй мою. Либо... Какую твою? Света, ты за какую хочешь голосовать? Меняй на мою. Меняй с моей. Или с моей. Очень жаль, что я не могу твою папу открыть. А ты монетка будешь? Да, точно. Давай, мол, так заменим. Ну, типа, я начинаю тебе больше верить. И меньше верить Крис. Мне кажется, ты делаешь неправильный выбор. Я закончил. Теперь у нас кто? Восьмой ротик. Теперь я. Возьмите монету мастера, раскроете карты своего пассажира в игре. Ты скинула демона. Я скинула то, что мне не нужно. Повторюсь. И сразу сказала, что отправлять нижнюю. Пока с этим можно верить. И Роме. Осталась только ты. Вот она, демонюрда. Вот она. Я пригрел ее. Третьи предачи. Если это не я. Возможно, Крис одна. Правильно. А мы все просто. Ну, вы так знаете, мою роль. А мы просто все как бы уже обжулились друг от друга. Вот это мое умение усидеть на нескольких стулех. Итак, после этого мы должны провести голосование. Это уже этап номер три. У нас есть вот они, наши души. Спасите наши души. У каждого по две, да, видимо? Да. Ну да. Мы выбираем на этой монетке то, за что мы будем голосовать. Тут либо волк поедет, либо ворона. И мы сверху накладываем, сколько мы жетонов ставим. При этом ставить можно меньше, но души все равно сгорят. Так, верните, пожалуйста, жетоны духов. Начинает. Кто последний? Илья последний, я предпоследний. Ты взял новое? Я не перезял, я перекрою. Ну, давайте я перекрою маску. Маску. Вот это, конечно, подстало. Че там? Вот это все, это выбирало. Все одинаково отвратительные. О, прикольно. Я вам скажу, что у нас будет разыгрываться зеленый наказ. В текущем раунде вы должны выложить карту зеленого пассажира, если это возможно. Слежу. Как говорится. Предание. Довериться с трудом. Хорошо. А когда эти успели узлы? А мы нажулили, пока ты читала. Так что надо было тогда сразу переворачивать. Я пока, если честно, не понимаю, кто за кого играет вообще. Потому что все за столом делают вид, что играют за мирных жителей. Ну, я-то знаю, кто на самом деле мирный один. Два. Два. Я знаю одного мирного. И это я. Ну, как бы на минуточку. Ты думаешь? Потому что я жулик. Верю только себе. Хорошо. Потому что мне нужно, чтобы вы думали, что я мирный. Первый. Смотрите, в чем идея. Почему я выбрал именно зеленый наказ? Потому что если мы соседы и добрые люди, будем обязаны выкладывать зеленые. Если мы выложим зеленые сюда, то будет заблокирована та синяя карта. И демон, допустим, вот здесь если станет, он не получит в будущем победные очки. Поэтому я стану вот так. В будущем получим один. Такой у меня хитрый план. Да, только ты не учел, что демон в любом случае за свое присутствие получит. Так нет. Если она хотя бы даже демон, то не получит бонус. Но она, знаешь, выкладывает теперь, что он точно зеленый. Ну, вообще, в принципе, все зеленые должны выложить. Да. Если у тебя есть зеленый, ты обязательно зеленый. Потому что у нас такой наказ. Вниз, где ручка, единичка. Ну, у меня, допустим, может быть, не быть зеленых. Ром, где единичка? Ручка, ручка вот тут. Да. С глазиком. Синенькая. А что, мы куда плывем? Нижний, в верхний? А ты в нижнем уже не можешь поставить. Ты уже в любом случае стоишь вверх. Плывить мы можем куда-то. Ну, без тебя, да. Ты хорошую или плохую положил? Хорошую. А, вот почему ты спрашиваешь. То есть хорошую и зеленую, да? Ну, у меня хорошая. У кого хорошая? У тебя хорошая? Да, я стоил у демонов в прошлом раунде. Сейчас, да. И у меня хорошая. И у меня хорошая. Ну, тут везде не влезешь. Вопрос только, что для вас хорошо. Да. Ну, Крис знает мою хорошую. Она смотрела ее. Я не помню, она была зеленой? Была зеленой. Да, она была зеленой. Так что я точно не знаю. Вопрос. Жулики нажулили? Да, да, да. Так. Так, ну что? Они вместе, потому что они добрые, или они вместе, потому что они не добрые? И они жулики. Или они просто не знают, кто из них... Более жулик. Да, они друг друга пережулиничать пытаются. Ну что, поехали? Мы разыгрываем свойства карт. Да. Начинаю я. У меня единичка. И так как вы все тут заявляете, что вы все положили хорошие карты, я проверю Рому. Потому что он соседствует с моей картой. Ты откроешь ее? Нет. А! А там можно открывать, да? Не обязательно. Посмотрите карту пассажира в игре. И затем выберите другого игрока, который подсмотрит карту таинственного пассажира. Илья, посмотри, пожалуйста, карту таинственного пассажира. Это вот это? Или вот это? Доверием к Илье все. Ты посмотри. Ну, Рома под вопросом у меня, если честно. Даже несмотря на то, что ты карту посмотрела? Я посмотрела карту, и после нее у меня остались кроме вопросов. Понятно. Мы с ней в разных фракциях. Да. Мы в разных фракциях точно. Поэтому этот жулик. Так, дальше я. Что, Илюха, что посмотрел-то, хоть поделись. Я что, тебе зря доверяю? Походу, да. Там негатив. Не сильно приятно? Негатив, да. Но с учетом того, что он... Негатив относительно твоей роли, да? Да. С учетом того, что он вот здесь, то, конечно... А что там негативный? Тут Света скидывала тоже демона. Это я клала. А, это ты кидала. Да. Тут ты демона сказала положил? Или честно положил? Нет, я демона клала. Точно? Точно. Обещаю. Так, все я услышали, она пообещала. Хорошо. Итак, у нас разыгрывала единичка, теперь двойка. Испарение. Посмотрите карту пассажиров загробных землях, затем выберите раскрыть его или нет. Не, посмотри лучше. Посмотри лучше то, что Крис клала, чтобы... Я говорю, что я клала демона. Вот сейчас вы меня и проверите. Будешь открывать? Открывать чудо. Ну, не брала. Ну, ладно. Так, дальше идет четверка. Ладонь пробиться. Как бы и правда, и демон, и все хорошо у нее складывается, верьте мне. Ага, и указала, куда смотреть. Да, да, да. Что-нибудь спелись. А что нам еще с этого делать? Ну, почему это делает Рома, я понимаю. Потому что мы с ним в разных фракциях. Посмотрите. Карту таинственного пассажира в игре. Если это демон, можете получить жетон голоса. Пока я тебе доверяю, могу сказать, что лучше двигать нижнюю лодку, и лучше бы ее проверить. Да, смотрю вот так. Если ты ей доверяешь. Он мне доверяет. Я ему тоже. Ну, я не беру дополнительный огонечек. Сейчас прослесим. Отлично. Они друг друга. Там мирный. Ну, отлично надо нижнюю лодку их пулять. Там мирный у Рома? Ну. Ладно, я уже один раз так сделала. Это к удаче не привело. Поэтому я могу Ромину роль раскрыть. Там Яскер. Где? Вот здесь? Внизу? Вот здесь. Да. И нашим машином. Да нет. Испойму сплюшь? Блин. Ну, сейчас она поедет туда, в следующем раунде, просто проверьте. И вы поймете, почему она так делает. Там Яскер. Ну ладно. Нет, там Яскер. И мы в разных фракциях, хочу подметить. Да. Перед этим. Я мирный, а ты Яскер. Нет, ты демон. А я мирный. Сборим мы не повернутся. Мы под салоном уже запинали друг друга. Не верьте демону. Да, не верьте Робину. Голосуем, да? Там мирный и другого цвета. Так, ладно, все. Мы слишком затянули. Я не разграл. Возьмите монету мастера, пожалуйста, у меня. Света. Меняемся. Раскрою свою карту, если не есть. Давай, проверим, кто тут мамочка. Я забыл, что я монету взял, если честно. Ну вот и не было смысла мне врать, и теперь мне доверяют за этим столом чуть больше. Роман, Роман. Если ты мирная, то и я мирный. На кого, на кого? На тебя я, конечно, не ожидала. Но я в любом случае всем хорошо сделал. Демон, демон, походу. Блин, я вот этот просто прочитал. Видимо, мы со Светой мирные жители, а вот этот вот демонюга сидит рядом. Я точно не знаю. Так, ладно, у тебя все знают, кто я, и я всем помогать буду. Так, поехали. Теперь мы будем голосовать. Свет второй играла карту. Да, я понимаю. Ты мирного клала или демона клала? Я клала демон. Поэтому нужно, чтобы плыла нижняя лодка. Ну да. Четыреха проголосует за верхнюю и раскроет свою демоническую роль. Ну, либо ты. Ничего, что мне надо делать. Нет, ты не будешь палиться до упора. Так, отлично, все. Едет вниз. Кукухой. Едет, едет соседней стороной. Так, на дискотеку? Да. Так. Илюх тут рядом с картами, он и попадет отменить могу. Аккуратно. Поэтому хорошо, что камера над ним. Потом можно перепроверить, да? Ловкость, рука, никакого мошенничества. Так, возвращаю карту. Ну, вот сейчас я предлагаю чуть-чуть порассуждать. И у меня сложилось полное впечатление от того, что Света мирный житель, а Илья демон. Потому что он всячески пытается... Ну, скорее всего, он понял, что я мирный житель. Потому что я не соврала уже дважды. Меня проверила Света, и меня проверил Рома, да? Когда раскрыл свою карту. Нет, я... Ну, смотри, ты доказал во второй раз, что я не вру. Почему? Ты как бы просто сказала правду, потому что тебе все равно. Первый раз, вообще, я первый раз встречаюсь с тем, что Кристина... И оказываешь... Да, я тоже... Что она мирная. Но она не мирный, Свет, знаешь почему? Потому что, когда она смотрела мои карты, у меня был зеленый мирный, и она мне не доверяла. Нет, 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 нет. Она пыталась проверить кого-то еще. Погоди, я сказала тебе, что мне подходит, я сказала. То, что я посмотрела, мне нравится, сказала я, когда посмотрела. Но у тебя на тот момент была вторая карта. Вдруг ты скинул первый раз демон, но у тебя вторая карта демона, ты просто без сомнения мне показал нижнюю карту. Когда у тебя на руке две, очень сложно понять. Вот если я сейчас второй раз твою роль посмотрела бы, тогда бы все было бы понятно. Свет, если ты мирная, то получается, второй мирный я. Для меня все как бы логично. И то, что Кристина сейчас пытается мне это... Почему ты меня назовешь Кристиной? Я что, провинилась? Конечно! Ты демонюга! Но вы-то знаете моего. Типа не Крис, да? Да-да-да. Я тебе верю с самого начала! Я тебе тоже, а ты меня сейчас предаешь. Скидывай одну и отдавай кому-нибудь. Внимание, внимание. Отдай мне, пожалуйста, не смотрю на то, что я тебя подставила. Ты сам подставил. Скинул, а выбрать я дам. Илюя. Правильно. Ну, там забавно и плохо. Если он Яске, то он, скорее всего, думает, что сейчас побеждают мирные. И если он думает, что Илья мирный, и дает ему возможность... Ну, вот это... Нет, он так же, как и я, думает, что Илья демон. Но на самом деле мы вообще сейчас вообще не очень... Вообще не очевидная ситуация с тем, кто побеждает. Вот вообще. Потому что у нас очень мало раскрытых карт. Просто, да, шестеренки в бледких. Ты можешь прям очень прерывать всю движуху внезапно. Разыграл то, что я тебе спину. Ну, это будет очень тихо. Провокационно. Поэтому я сыграю что-то другое. Смена направления. Примените эффекты карт-доров в обратном порядке. От девятки до нуля. Интересно. Что это, знаешь, это в обратную сторону? Наоборот, мы будем от 3-ти играть к нулю. Типа в обратном. Парикольно. Ну, это, особенно, ничего не изменит, мне кажется. Изменит. Не, может, может сильно изменится. Да? Да. Ой, ну ладно, посмотрим. Попробуем, да? И я первый, я могу начинать ходить. Блин, я последний. Цветок вы уже перекрыли, я так понимаю. Не-не-не, смотри, отчего возьмешь. А, да, тогда. Мисс Кузьма. Ну ладно, я взял свиток, вот так. У Ромы сейчас очень мало информации, как и у всех у нас, там вообще непонятно, кто лидирует. Сейчас Илюха прям вообще меня в ступор водит. Я 100% верный. Я тебе не верю. Вообще зря. Ты против меня играешь, поэтому я тебе не верю. Я бы все очень верю. Будет круто, если Света окажется. А эти там только угадут. Ну, кстати, говоря, с учетом того, что Света не отбивается и молчит, возможно, демоны Света. А то, что я говорила, что я укидываю демоны. Памели пропало, объединяемся. Ну, давай. А, кстати, да. Чего? А у тебя что-то вроде, так все знают. Ну, ты будешь в конце концов ходить или нет? Клейс! А, я хожу? Конечно, даунтайм, конечно. Чувствуется, да? Ну, давайте. А что делает вот этот испарение? Можно посмотреть из этих карт. Пассажир в загробных землях. Ну, то есть ты вот тут вот можешь посмотреть. Нет, если мирный, давай наверх. Зачем нам нести? Смотри, Рома сейчас будет, я не знаю. Так здесь может быть негатив. У меня демон. Первый раз был не демон. У тебя демон. Ты врешь. Когда удобно. Либо демон Гриф. Куда? Рука. Лицо. Не, 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 вон там. Синяя рука? Синяя рука. Одну себе душу, пожалуйста, возьмите. Душу. Бита. Мы вообще, да, не пользуемся масками в этой игре? Ну, так можно. А их перекрывали просто в первом раунде. На втором или во втором, или в первом просто будет перекрыт. У Ли есть возможность воспользоваться Ли или... Вот в чем вопрос. Но она самая первая создавалась, поэтому неинтересно. Да. Нет, я возьму вот так. У тебя самый мирный, да? А ты хочешь забрать просто же там первый века? Мастер прервался. И откроешь свою карту. Да, отлично. Хорошо. Да, у меня там не доказать, короче, что он это. Ну, это здорово. Какие фаши раздельства. Да. Это здорово. Супер. Спередом. Да. Тогда мы точно объединимся. Теперь я верю тебе чуточку больше. Я тебе дам возможность посмотреть. Я сделаю вот так. Есть та карта, которую ты открыл. Все, мы разложились? Да. У кого сколько душ? Одна. Не одна. Одна. Ну мы с тобой решаем или с тобой решаем. Смотри, с кем. С кем мы решаем. Да с тобой уже все понятно. Решайся, с кем будешь решать. Второй этап – это розыгрыш карп в обратном порядке. То есть мы идем 9, 8. 8 – это я. Возьмите монету мастера, раскроете карту пассажира. Угу. Скрывайте. Угу. Мирный. Отлично. Дальше идет у нас 5. А, пятерочка, да. Я. Расскрывайте карту таинственного пассажира в игре. Угу. Затем поменяйте его местами с синий свет. Задний свет, да. Затем поменяйте его местами с любой другой картой пассажира в игре. Сейчас твоего мирного перекинет вниз. А кто демон? Вот сейчас мне очень важно это. Потому что я ему помогу. Не я. Ладно, я в любом случае. Но если ты демон, у тебя больше голосов. Ну ладно, я, короче, сделаю вот так. Ты меня скинул вниз. Да. Хорошо, Света. Посмотрите карту таинственного пассажира в игре. Если это демон, можете получить жетон голоса. Так, я... Ну тут осталось походу. Почему? А я не смотрела и того, и не того. Рома поменяла их местами. Вот это он первый, а вот второй. Угу. Угу. Что там? Берешь душу, население? Нет, не беру. Там мирный. Нет, либо Света играет за демона. Ну еще и зеленый. О-о-о-о. Либо Света играет за демона. Свет, какого он цвета? Зеленый. Голубой. Голубой. Мирный голубой. Сейчас проверим. Ладно. Посмотрите карту пассажира в игре. Я посмотрю, чтобы... Пассажир, это один из нас, кто выложил роль. А тайный пассажир... Я посмотрю Светину карту. Это вот эту? Нет. Рука. Рука. Выбери все. Ну что там? Хорошо. Что скажешь? Ну Света уже видела эту карту таинственного пассажира, поэтому посмотрит Илья. То есть она мне не доверяет. А ты уже видела, я перепроверяю. Там мирный голубой. Почему не я? Мирный голубой. Да тебе уже с собой все понятно. Потому что тебе уже никто не доверяет. Да что такое? Так, короче, я предлагаю голосовать. Мне все очевидно. Даже не предлагаешь такую лодку отправить? Нижнюю. Почему нижнюю? Потому что у Светы мирный, и твоего мирного Рома перекинул вниз. Я не знаю. Какого угодно мирный? А, моего мирного он перекинул вниз. А вот этого кто смотрел? Это моя карта, ее никто не смотрел. А тут вот эта штука, разве это твоя карта? Рома ее раскрыл и поменял местами. О май гад. А, ну вот зелененькая, вот это моя. Или вон та моя. Нет, твоя вон та, которую я посмотрела. Нет, Светина вон там, где ручка. Я ее смотрела, там мирный житель. А это получается... И здесь тоже мирный житель. Сюда перенесли мою карту. Если кто-то не демон. Илюха демон. Возможно, я мирного положил. Я мирного положил и мирного посмотрел. Почему я демон? А, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Короче, тот, кто мирный, будет сейчас голосовать за волка. Либо за Ворону. За волка. А почему за Ворону? Подождите, почему за волк? Объясняю. Если здесь есть нужный демон. Мою карту Рома перекинул. То есть здесь может стать только хуже? Давай ты не будешь тут свои советы советовать. Смотри, мою карту Рома перекинул. Я положила мирного. Света положила мирного. Посередине, даже если демон, эти разные по цвету. Но два мирных уже есть. Почему разные по цвету? Они разные по цвету. Потому что я положила синюю карту, а Света красного. Но если Ром положил демона синего, либо красного, они одинаково по цвету. А здесь по приори два мирных. Здесь не два мирных. Да, два мирных, но здесь точно цвет совпадает. А здесь не точно цвет совпадает. Если вспомните начало раунда, я сказал, какую карту я кладу, поскольку в первый раз ты мирного клал. Нет. В первый раз? А, первый раз демон укладывал в первый раз. Нет, в первый раз я положил мирного, иначе блеховать. Потом у него вот этот вот чертик был. Послушайте меня. Тот, кто мирный. Здесь у нас гарантированно демоны получают по ушке. Рома топит за вот это. А здесь у нас не факт, что демон по цвету совпадет с мирным. Но если, может быть, это твой демон? Это мирный. А представь, здесь два демона. Ты демон, а она демон. Это мирный. Все, поехали, голосуем. Я уже пригласовал. Товарищ мирный, прошу мне доверять. Ты действительно мне доверяешься. Тогда, подождите, у Светы не сходится что-то. Ты мирного положила? Да ты что прикалываешься? Она мирного положила. Она мирного положила. Она внизу. Смотри, я... Смотри, сейчас... Смотри, сейчас... Это ты соберись. Смотри, сейчас для меня очень все как бы странно. Потому что Крис говорит, что она мирная. Ты говоришь, что ты мирная. И я, получается, ты мирный. А теперь вспомни первый раунд. Кто-то врет. Смотри, Света в первом раунде скинула демона. Я тоже в первом раунде скинула демона. И я, и Рома скинул демона. И Рома скинул демона. Я мирного скинул демона. Почему меня не скинул? Я изначально сказал, что демон. Ну то, что я сказать. Тебя на вас тоже никто не слушает. Мы знаем, что Света в первом раунде скинула во второй раз? Нет. Только первый и сейчас, и последний. Ну то есть, если мы предполагаем, что здесь... Здесь априори мы два раза получаем мирных. Не меняй. Да, но смотри, здесь демон получает ПО, потому что априори по цветам совпадает. А здесь не факт, что совпадет. Здесь возможно два демона. Невозможно, здесь два мирных. Я проверял. Илюха, ну почему ты мне не веришь? Ты против, сейчас я начну как Васи или вся твоя семья. Ты против кого играешь? Ну ладно, убедила. Фиг с тобой. Давай. Ты серьезно доверился? Вот видишь, Рома тянет на середину, он тянет на себя. Поверь мне, поехали. Потому что я уверен, что там демон на краю. Ну все, давайте, открывай. Я уже проголосовал, как сказал. Я забырался. Так, ну три против двух мы выиграли, да. Я надеюсь, в игре тоже. Ай-яй-яй-яй. Вот эту красоту я убираю из кадра, чтобы она нам не мешала. Ну и теперь финальный подсчет победных очков. Ладно, мирный, слава богу. Мирный. А я говорила, а я говорила. Значит, ты демоном, да, Булан? Добрый вечер. Попали два демона. Так, ну что, с кого начнем в этот раз считать? Нет, да-да-да-да, потому что перемножайки. Итак, поехали. Теперь, во-первых, нужно рассказать, какие карты мы не пользовались. Мы не водной лилией не воспользовались, не раньше. Она дает возможность один жетон голоса, вот эту душу, передать кому-то другому. И игрок будет вынужден либо скинуть все свои души и не участвовать в голосовании, либо открыть свою карту роли. Очень мощная карта и очень интересная. А маска может заменить цвет любого из персонажей. Ты ее закрытой кидаешь, и когда она откроется, у нее будет другой цвет. Теперь мы рассказываем, как подсчитывать победные очки. Я предлагаю начать с мирных, так как их здесь, ну, сверху они идут. И каким образом происходит подсчет? За каждого мирного в игре мирные получают одно ПО, и если совпадают цвета рядом лежащих мирных, то это плюс еще одно дополнительное ПО. Таким образом, один, два, три, здесь за красного, четыре, пять, шесть, яскер и туда, и сюда, поэтому семь. Но цветами имеют. И здесь восьмой, то есть у мирных сейчас восемь. Теперь мы будем подсчитывать, сколько у демона. Один, так как яскер и нашим, и вашим, но он не имеет цвета. Два, три, три и четыре за желтого здесь. То есть у демона четыре. Ну и получается, что у яскера шесть с половиной, у мирных восемь, значит мы победили. Есть. Почему мы начнем считать с мирных? Потому что я в каком-то веке мирная, и я опять победила. Это было так тяжело. Вообще капец. Я такой, неужели демонюга, неужели демонюга. Да ну я с самого начала говорю, я не демон. Вот ты именно, с самого начала говоришь, я не демон. Думаю, ну все, сейчас точно демон будет. Обернется этот заяц волком. Нет, погоди, я в первом круге специально вела себя неоднозначно. Да, 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 я про это и говорю. Ситка, мне запад. А эти вы объединились, демонюга, с этим яхтером или как? Яхтером. А можно он будет яхтером, если у него от этого появится яхта? Яхтером. Самое время делиться впечатлениями о партии. Я предлагаю начать с ребят. Ну партия получилась достаточно жаркой. Было до последнего непонятно, кто демон. Я бы сказал даже демонюга. А она сидит рядом с тобой. А она сидит рядом со мной и такая, нет, я мирно, я мирно. Я буду сейчас это выбирать. Ты пришлось снимать кадр. Блифовать до конца. До последнего. Учерк своим интересам. В конце, ну, на последних секундах уже доверился Кристине. Думаю, ну ладно, очень она бурно реагирует, придется довериться. Почему Кристине, а не Крис? Ну ладно, сейчас уже Крис можно говорить. Но я до последнего думал, что все-таки Кристина будет, а не Крис. Обманывает меня, обманывает. Финальный раунд решал именно то, кто победит. Действительно, тут кому доверишься, на кого больше положишь. Дипломатия прям решила. Свет, что скажешь по партии? Мне было довольно интересно за всеми вами наблюдать. Особенно, когда ты понимаешь роли уже. Такой думаешь, ну ладно, ладно, ладно. Ну дайте вашу зачетку. Очень было грустненько, когда уехал вот этот кораблик. На самом деле, ну ладно, как обычно, я вела вас к победе. У меня миссия сегодня такая была. Я могла взять на больше душ, и тогда бы мы смогли бы... Да, потом ты все и делала, что я не знаю, почему я выбрала эту единицу. Вообще, что мною двигало. Да, шанс был бы. Ну и суть. Все равно красивая партия. На самом деле, у меня тоже до последнего были сомнения. Если честно, я до последнего не была уверена, что Илья тот самый мирный житель. Я просто уже взывала к голосу разума, кто из вас мирный, ну пожалуйста. Потому что были у нас партии, когда Илья до последнего делал вид, что он мирный, я доверялась, а потом накалывалась, и он побеждал как демон. Последний демон, я бы сказала. Не сказать бы, черт. На самом деле, я считаю, что реально затащил последний раунд и затащила дипломатия в конце, когда я просто смогла переломить ход событий тем, что переубедила Илью в том, что я все-таки мирный житель. Ну что, я раскрылся во втором раунде. Вообще, у меня была идея, конечно, раскрыться, но не яскером. То есть я хотел как мирный раскрыться. Вот. Было бы понятнее, что я ближе к тем, кто за добро и все такое. Старался переломить ход партии. В принципе, даже интересно, когда вы раскрываете свою роль, что вы пытаетесь сбалансировать, даже если вам не доверяют, вы в любом случае можете кому-то как-то помочь. И тут может появиться то окно, например, у демона, что понятно, что я бы вытягивал именно демоническую сторону, чтобы сбалансировать. Ну, мне кажется, Рома сразу почувствовал, что я демон. Раньше вас еще. Было, да, ощущение. Интересно, что можно просчитывать пытаться игроков, и это очень классно. Получилось, партия получилась прикольная, и вот этот опыт открытой роли тоже вообще по-другому меняет вот твои действия и так далее. Конечно, на эти жутки, на них нет. Алька не его, слушайте. Ну, кстати, очень здравую мысль подсказала Света о том, что когда мы раскрыли твою роль, и ей все остальное стало очевидно и понятно, а мы с Ильей как два дурачка, да кто ж тут демон? И еще друг на друга там это агрелись. Это было весело. Да, это... Особенно вам двоим наблюдать за нами с раками было вообще очень, как два жулика. Ну, оба как бы Света пытались перетянуть на себя. Да, да, да. Давайте теперь о мнении об игре в целом. Вот с учетом пяти партий позади у вас. Что скажете? Ну, игра достаточно интересная, необычная, кооперативная и достаточно проста к пониманию, ну, после там, трех-четырех партий. Плюс достаточно мне понравилось, что быстрая, вот. Ну, и так, нервишки немного шалят. Не. Да, мне тоже понравилось, что игра, ну, простая с точки зрения правил. Мне нравится, что каждый раз все равно есть какой-то, за счет вот этих карт таинственных пассажиров, есть легкий рандом, и от этого, да, действительно немножко адреналинчик так прям не покидает. Не важно, там, вроде как уже там несколько раз проиграл, но все равно по-прежнему сохраняется вот это вот предвкушение. При этом я хочу подметить, что в игре очень много информации ты получаешь, на четверек появляются вот эти таинственные пассажиры, и вы в любом случае с помощью карт как-то подсматриваете, как-то двигаете это. Прикольно, вот эти наборы работают именно на четверых, поскольку на другие составы есть три других набора, и карта немного меняет свое свойство, плюс-минус, конечно, от похожих. Вот. И самое классное, что можно сказать по игре, вы действительно, вам приходится ее изучать. Сначала, как она работает, поскольку вот эта вся математика в первые два, две партии обычно очень тяжело понимается, и кажется, игра как-то непонятно работает, тут столько всего надо учесть, но когда у вас есть наигрыш, вы понимаете, что куда должно стоять, что можно говорить, что нельзя, как больше открывать информацию, как контролировать вот эту открытую информацию. Становится интереснее. Вот каждая последующая партия, вы уже начинаете играть не бороться ни с игрой, ни с ее математикой, а как раз-таки с теми, кто за столом. И это вот огромный плюс у игры. Я, наверное, со своей стороны дополню, что мы пробовали ее играть еще и на семь человек. И здесь нужно сказать про разнообразие режимов в этой игре, потому что вот эта механика с яскером есть только тогда, когда вы играете нечетным количеством, либо четыре, либо шесть игроков. Когда мы играли на семерых, яскера в игре нет, и вы занимаете ту или иную позицию. То есть есть либо мирные, либо демоны. И вот когда вы играете большим составом, еще мозголомнее происходит процесс. При этом у нас была мысль показать ее на пять человек, но мы решили, что круто будет, если мы продемонстрируем режим именно с яскером. Именно поэтому демонстрируем ее на четверых. Конечно, он называется Ястер. Ястер! Да встоп тебя! Игра поддерживает до восьми игроков, и как и в контракт, когда у вас учетный состав, у вас появляется вот эта самая роль Ястера. Почему я его через К называю? Почему? Крис называет его Ястером. Пишите в комментариях. По компонентам Рома уже рассказал, что у нас прототипная версия и жетоны, часть жетонов будет деревянная. Все это будет исполнено и выполнено чуть более красиво визуально, даже очень даже более красиво визуально. Спасибо, что вы досмотрели нас до конца. Ставьте лайки, если это видео вам понравилось. Если вы хотите ребят видеть на нашем канале чаще, Ну и если хотите нас поддержать, кидайте маски в монитор. Пока-пока. Пока. Да. Почему маски? Сидим, сидим, сидим. Ну и сейчас, по идее... Сейчас, минутку. Новый год! Ну и сейчас, по идее, должно быть время закадрового вопроса, но сегодня его не будет, мы его не подготовили, и поэтому мы просто хотим сказать спасибо, Александр, вам. Мы получили вашу посылочку, мы получили вашу открытку с теплыми словами и пожеланиями. Оставим это для себя, не будем показывать на всю публику, аудиторию. Спасибо за игру, обязательно ее распакуем, попробуем. В телеграм-канале поделимся своими впечатлениями. Вкусняшки до нас также доехали, мы просто не положили их в кадр. Да, мы положили их в себя. Ну и теперь уже точно спасибо еще раз, что вас до сюда досмотрели, и пока-пока.